Добрый вечер, 6 часов в Киеве. К вашему вниманию новости в студии Оксана Гуцайт. Украина и Литва договорились о развитии стратегического партнерства на ближайшие два года. Соответствующую дорожную карту в Киеве подписали президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте. Кроме этого, страны договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере, в частности о поставках конкретных элементов вооружения для украинской армии. А еще увеличили число военных, пострадавших в ходе АТО, которых Украина сможет отправить на реабилитацию в Литву. Теперь такое лечение смогут получить до 50 человек. Было согласовано увеличение количества украинских военнослужащих, которых мы сможем направить на реабилитацию после АТО. До 50 человек. Были наработаны конкретные результаты по кибербезопасности. Учитывая тот опыт, который имеет Литва, договорились о подготовке офицеров и участии в многонациональных учениях на территории Литвы. Это конкретная демонстрация поддержки в той очень сложной ситуации, в которой сейчас находится Украина из-за войны, которую агрессор развязал на востоке страны. Украинцы – участники большой битвы. Ваш народ год назад выбрал для себя лучшее европейское будущее, которое сопровождается рядом важных реформ. Они рассчитаны на истребление диктатуры и коррупции. Этот украинский выбор поддерживаем и я, и Литва. Для нового украинского правительства основная цель – это победа над коррупцией. Несколько десятков лет Украина была обременена грузом коррупции, но сейчас все должно измениться благодаря реформам президента Порошенко. Также стороны обсудили партнерство между Украиной и Литовской республикой в ходе евроинтеграции нашей страны. К тому же говорили о двустороннем сотрудничестве в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и НАТО. А особое внимание уделили вопросам энергетической безопасности и совместной работе в сфере энергоснабжения и энергоэффективности. С лидером Литвы также переговорил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Глава правительства высоко оценил твердую и решительную позицию Литвы относительно поддержки украинского народа в борьбе с российской агрессией и терроризмом на Донбассе. Арсений Яценюк и далее Грибаускайты также обсудили актуальные вопросы украино-литовского сотрудничества. Речь шла в частности о поддержке в реализации реформ, взаимодействии в экономической, инвестиционной и транспортной сферах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Украина станет членом Альянса, если будет отвечать определенным критериям и если сама этого захочет. Об этом шла речь на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Гааге. По словам политика, хотя вопрос украинского членства не был на повестке дня в последние годы, двери в НАТО для нашей страны остаются открытыми. Также Столтенберг подчеркнул, что чтобы соответствовать данной организации, украинская сторона должна провести ряд важных экономических, политических и военных реформ. Вместе с тем он напомнил, что Украина в свое время избрала внеблоковую политику. Государственный Ощадбанк с 1 декабря полностью прекращает работу своих отделений на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка. Филиалы из населенных пунктов, подконтрольных террористам, переведут в Краматорск и Славянск. Впрочем, клиенты финучреждений, которые обслуживаются в филиалах, расположенных на территориях подконтрольных украинской власти. Также увеличат количество отделений в прифронтовых населенных пунктах. К этому моменту несколько отделений Ощадбанка работали в Луганской и Донецкой областях. Проводили денежные операции по социальному обеспечению населения. Впрочем, продолжать деятельность там сейчас невозможно. Напомню, практически все украинские банки приостановили работу на оккупированной территории Донбасса еще летом. В 2015 году в Крыму и Севастополе не будет пунктов обмена валюты. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. По его словам, Москва не видит необходимости сохранять эту форму финансового обслуживания. Свою позицию он обосновал тем, что большинство отдыхающих приезжают из России, а им валюту менять не нужно. Сухов добавил, что в Российской Федерации обменников нет уже давно. Отмечу, ранее в Крыму было около полутора тысяч пунктов обмена. Из-за аннексии Крыма и боев на Востоке страны каждый сотый украинец стал вынужденным переселенцем. Об этом заявила уполномоченный президента по мирному регулированию ситуации на Донбассе народный депутат Ирина Герасченко. В общей сложности из аннексированного полуострова и зоны АТО на другие территории Украины переселилось более чем 477 тысяч человек. По словам Герасченко, это впечатляющая цифра. Поэтому сегодня власть должна сделать все возможное, чтобы помочь этим людям обустроиться на новых местах. На сегодняшний день из района проведения АТО в другие регионы Украины переселено 458 148 человек, в том числе 124 302 ребенка. Это только из Донбасса. А если говорить про Крым, то это еще плюс 19 450 человек. То есть мы имеем ситуацию, когда фактически каждый сотый житель Украины становится вынужденным переселенцем. В Одессу доставили гуманитарную помощь из Эстонии на 80 тысяч евро для переселенцев с востока Украины. Инициаторами выступили МИД Эстонии, предприятия пищевой промышленности, а также Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Поступившие продукты распределят между центрами помощи, больницами и учреждениями для детей. В первую партию груза вошли мясные, суповые консервы и сухпайки. Следующую партию эстонской помощи направят в Донецк, Славянск и Северодонецк. В зоне АТО за сутки погибли трое и ранены 24 украинских военных. По данным штаба АТО, боевики 56 раз атаковали позиции наших силовиков, используя разное вооружение. Наибольшая активность бандформирований замечена на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях. В частности, зафиксировано около 40 обстрелов украинских войск из артиллерийского и минометного вооружения, а также из стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня. Кроме того, на Донбассе замечено 7 полетов беспилотников-террористов в районах населенных пунктов Сартана, Благодатное Волновахского района, Рибинское и в районе Красной Таловки. Донецкий аэропорт по-прежнему под контролем украинских военных. В Донецке за выходные 12 человек получили осколочные ранения. Все они госпитализированы. Всю ночь в городе раздавались мощные залпы и взрывы из тяжелых орудий. Вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома по улице Великонова-Селовская. Также в результате массированных арт-обстрелов зафиксированы многочисленные повреждения газовых сетей. На некоторых участках возникли пожары. СБУ в Харькове задержало диверсантов, планировавших взрыв в здании райотдела милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий СБУ установило двух членов преступной группы. Старший из злоумышленников работал участковым инспектором райотдела, который могли взорвать. Его подельник был уволен из рядов МВД ранее и поддерживал тесные отношения с коллегой по прежней работе. Взрывное устройство планировалось включить в период наибольшего скопления людей в помещении райотдела. Во время обыска по месту жительства одного из злоумышленников была обнаружена так называемая «прилипающая мина СПМ». Ее хотели использовать для совершения теракта. По данному факту, следственный отдел управления СБУ в Харьковской области открыл уголовное производство. Оперативно-следственные действия продолжаются. Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Маггерини. Она отметила, что дальнейшее сотрудничество Европейского союза с Москвой зависит от руководства России. В свете последних событий в Украине дипломат подчеркнула, что несмотря на тесное сотрудничество, Федерация перестала быть стратегически важным партнером. По мнению политика, Кремль несет ответственность за события на востоке Украины и невыполнение Минских соглашений. Напомню, верховный представитель ЕС Федерика Маггерини поддерживает общеевропейскую точку зрения присутствия российских войск в Украине. Ранее она неоднократно призывала Москву вывести находящиеся под ее контролем войска, вооружение и боевую технику с Донбасса. Падение цен на нефть будет стоить России 100 миллиардов долларов в год, а санкции Запада 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе Международной финансовой конференции. Как сообщается, Российская Федерация может сократить добычу черного золота до 300 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать цену на нефть. Отмечу, что члены ОПЕК встречаются в Вене на этой неделе, где обсудят снижение цен на нефть. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин